Наблюдается дефицит движения. Прежние хиты уже не заводят. Требуется срочная реанимация. Диджей Север. Программа «Электрошок». Электронные музыкальные темы, оживившие мир. В гостях Сергей Пименов и самый яркий представитель современной австралийской танцевальной сцены Мэтт Рован. В воскресенье. Девять вечера по Москве. В авторской оживляющей программе «Электрошок». «Электрошок» на радио «Максимум». Здравствуйте, друзья. Ровно семь дней прошло с момента нашей последней встречи. На вечернюю вахту заступаю я, диджей Руслан Север. Каждое воскресенье в 21 час появляюсь в студии «Максимум» в рамках специального музыкального проекта радиостанции «Электрошок». В общем, до 11 часов вечера танцы и кручу все лучшее, что появилось на рынке современной хаос-музыки за неделю. Кое-что успел обкатать в клубах и есть предположение, что некоторые композиции задержатся надолго на танцполах. Я говорю о хитах будущего. А начну с интремикса и легких хаос-ритмов. Это сродни разминки, не изменяя привычный график радио-шоу. Поэтому ожидаются гости. Это, пожалуй, самый преуспевающий продюсер танцевальной сцены Отечества Сергей Пименов. И еще один человек, который преуспел, причем не только у себя дома в Сиднее, но и за океаном, покорил Европу и Америку. Я говорю о музыканте, чье имя сейчас у многих профи на устах. Это автор множества прекрасных произведений, современное лицо прогрессив-транс Австралии Мэтт Ровен. Подробно о планах электрошока после работы Фензерелли и песни, которая готов поспорить, скоро поднимется на верхние строчки хит-парадов Европы. Называется она «I love music». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 126-513-340 Напротив, в следующем часе новая работа Мэйсона и Дэйв Спуна, а также эксклюзивный микс от специального гостя программы – диджея-музыканта, современные звезды Австралии – Мэтта Рована и Сиднея. А далее в «Электрошоке» не подумайте, что использую какой-то набор слов – разберетесь. Итак, музыкант, ППК, продюсер множества артистов, диджей номер один России 2002 года, радиоведущий, блогер, технократ и гаджет-агрегатор, директор крупнейшего российского танцевального лейбла «Аплифта» – это Сергей Пименов. Сразу после рекламы. DJ Servio presents «Электрошок» на «Максимум». Здравствуйте, дамы и господа меломаны, это «Максимум». В студии этой замечательной радиостанции появляюсь раз в неделю в воскресенье в 9 часов вечера по Москве с проектом «Электрошок». Лучшее из того, что кручу в клубах, звучит здесь не только от меня, но и от моих гостей, а это, заметьте, топ-музыканты и диджея планеты. Так, в следующем часе – новоиспеченная звезда зеленого континента, человек, который является продолжателем традиции австралийской танцевальной сцены. В своих композициях он органично сочетает европейский саунд и элементы электро с романтикой атмосферы прогрессив транса. Это матрован. Настоятельно рекомендую послушать как микс, так и интервью с ним. А через 5 минут общаюсь со звездой российской эстрады Сергеем Пименовым. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Электрошок на максимум Это Электрошок на максимум, лучшая современная танцевальная музыка звучит здесь, плейлисты программы на официальном сайте радио www.maximum.ru В разделе программы выберите Электрошок Приглашаю вас и на мою страничку, запомните адрес DJSever.ru Буквально кипит ICQ, где пытаюсь ответить на все вопросы, сегодня их рекордно много, мой персональный номер 126-513-340, однако при всей моей интернет-активности я не могу составить конкуренцию на 10% самому интернетаризированному диск-жокею продюсеру Сергею Пименову, о его множественных проектах в интернете и не только через мгновение. Привет, Сергей, ты в вечернем эфире Радио Максимум, как у тебя дела? Привет, Руслан, у меня все отлично, дела хорошо, погода в Москве нормальная, считаю, для декабря, так что все у меня отлично. Сергей, многие тебя знают по такому проекту, как ППК, по твоим радиопрограммам. Чем ты еще занимаешься? Ты знаешь, у нас большое количество проектов, и музыкальная часть Апплиста просто более видна, чем все остальное. Мы занимаемся еще самыми разными делами. Большинство наших проектов сейчас поинтересованы на интернет, на то, что происходит сейчас на вебе, на технологии МИК-2.0. Мы разрабатываем сегодня несколько сервисов, планируем их запустить в 2007 году. Ну и плюс эти еще спецпроекты, которые выполняются тоже силами Апплиста, какие-то сторонние работы, которые мы обычно никак не афишируем. Создаем какие-то продукты на заказ, еще что-то делаем, ремиксы, выпускаем релизы для компаний, для брендов в таком духе. А скажи, стоит ли от вас ожидать какого-либо отчетного мероприятия в этом году? Ну, это, знаете, для нас финальная оттачка в этом году была, так сказать, в двух релизах декабрьских. Это будущие хиты DVD, которые мы выпустили по мотивам нашего концерта, который проходил в мае месяце. Хотели сделать это значительно раньше, но получилось, что объем работ был очень большим. Мы не ожидали всевозможных трудностей. Это была первая наша видео-дивиди, видеоработа, и поэтому весь процесс так затянулся, что он вышел только в декабре. На моем взгляд, это может быть даже и к лучшему, потому что он получился таким итогом года, он очень хорошо продается. И вторая точка – это альбом «Тины Чарльз», который также мы делали где-то с августа 2006 года. А что происходит в твоем личном творчестве? Давно ничего нового слышно не было. Конечно, все, как обычно, упирается в мое личное время, которое на 100% сейчас занято управлением компанией. Это отнимает практически 7 часов в сутки все время. И, к сожалению, пока не предвидится возможность сделать себе какую-то свою работу, которую я мог бы назвать альбомом или каким-то знаковым релизом. Последнее, что я сделал, это рмикс на трек «Якос Ван Астин и Чарльз», такой более жесткий, чем оригинал, он есть именно на альбоме. Но о более каком-то серьезном подходе, о более серьезной работе я, к сожалению, пока думать не могу, чисто по причинам отсутствия времени. Хотя, естественно, очень хочу что-то сделать, у меня есть планы, есть идеи. Но все они тоже предполагают мое отвлечение минимум на пару месяцев в студии для работы, что пока, к сожалению, невозможно. Понятно. Сергей, давай поговорим именно о музыке. Чего ожидать в начале 2007 года от вас? Ну, ты знаешь, просто называется работа в рабочем режиме, и грандиозные планы, в принципе, все наши планы, они в той степени грандиозные. Сейчас уже на данный момент у нас запланировано 12 релизов, которые готовы к выпуску, запланированы на январь-февраль, практически каждую неделю. Мы давно уже готовы этот материал, многое мы хотели также выпустить в декабре, но решили в такой месяц, когда очень много материала выходит вообще из музыки, решили отложить это все на январь-февраль. Поэтому в январе выйдет тройной диск Аплифта 3, это компиляция, она будет состоять из трех дисков, выйдет четвертый диск в нашей MP3-коллекции, выйдет MP3-диски Лебедев ТВ и Агенты СССР со всем материалом, который скопился. На февраль месяц у нас запланированы альбомы Дмитрия Филатова, Карася, Джон Тривольта, диджея Зуммера, моя компиляция, большое количество треков, которые я играл по радио, и новый альбом Кати Чеховой, который тоже будет, я думаю, в конце февраля. Вот это то, что пока запланировано, а дальше я пока, честно говоря, не думаю. Планы грандиозные, ждем их материализации. Сергей, время ограничено, микрофон тебе для финала. Ну, какой финал? Всех с Новым Годом. Надеюсь, что, как обычно, в 2007 году у всех будет лучше все, чем в 2006. Денег, счастья, здоровья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Причиной возможной пенсии ДимаTorzok 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 Sometimes от английского дуэта Вы в компании диджея Руслана Севера Встретимся в начале следующего часа ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 а диджейским пультом он грамотно и профессионально смог перенести в свои произведения. А совместная работа с J-Tech их вывела на качественно новый уровень. Они моментально ворвались в плейлисты топ-диджеев планеты, получили приглашение в тур по Америке и Европе совместно с Эрноном Катанео. И это все, заметьте, за один год. Более подробно о себе Мэтт рассказывает напрямую из Сиднея. В электрошок-шоу на максимум. Привет, Мэтт. Как у тебя дела? Хорошо, спасибо. J-Tech и я только что вернулись из-за границы. Мы путешествовали по Южной Америке где-то около шести недель. И, конечно же, успели побывать и в Канаде. Там просто здорово. Нам оказали очень теплый прием, и мы отлично провели время. Как с погодой в Австралии? Погода великолепная. 26 градусов по Цельсию. Светит солнце. Очень тепло и приятно. Да, здесь действительно прекрасная погода. Я подозреваю, как сейчас холодно в России. Очень тепло и очень приятно. Это, наверное, самая теплая зима на моей памяти. В Австралии атмосфера для записи музыки хорошая? Да, я думаю, да. Особенно в восточных городах. В Сидне и Мельбурне атмосфера очень благоприятна для создания музыки, для продюсирования. И здесь очень хорошо развита танцевальная культура. И также много различных рок-групп. Музыканты любых уровней, независимо от того, насколько они известны, всегда находят своего слушателя. Публика хорошо воспринимает их. Я полагаю, что атмосфера в Австралии как нельзя лучше подходит для творчества. Ваша музыка звучит в Европе, Америке, Россия. Как это вам удалось сделать? До того, как я оказался в Австралии, я занимался диджейингом уже в течение восьми лет. Сначала работал с Q-Bass и в это же время начал заниматься продюсированием. Ну, не могу назвать себя компьютерно грамотным человеком, поэтому поначалу мне было очень сложно. И я даже приостановил работу на некоторое время. До тех пор, пока моя подруга два с половиной года назад не показала мне программу Avilton Live. Она научила меня пользоваться этой программой, и я продолжил работу с того момента, на котором остановился два года назад. Я начал сочинять разные мелодии, песни. Свою первую запись я выпустил под лейблом L2, который, к сожалению, уже не существует. Кажется, это был немецкий лейбл. В это же время я общался с парнем по имени Джей Тек, он из города Гэмбро. И мы решили поработать вместе. Мы записали трек Tomorrow, который вышел на сборнике Дэйва Симмонса, «Ренессанс», и который, надо сказать, принес нам бешеную популярность. И, как вы говорите теперь, нас слушает весь мир, от Южной Америки до Европы. Создание этого трека очень помогло нам стать теми, что мы сейчас из себя представляем. Кстати, Пернинг Антанию очень большой наш поклонник, поэтому часто играет нашу музыку. Вот, в принципе, и все. Нам действительно нравится твоя работа. Очень здорово у вас получается с Джей Тек. Как вы давно вместе работаете? Да, примерно. Первый трек мы записали. Где-то приблизительно два года. Первый трек мы записали спустя год после трека Tomorrow. В октябре прошлого года. До этого мы занимались диджейингом и ездили в тур по Австралии. Так что это была первая наша совместная запись. Вы работаете над чем-то новым сейчас вместе? Да, есть еще два трека, которые планируем выпустить под JTX лейбл Red7. Релизы выйдут где-то к декабрю или к началу января. Я пока точно не знаю. Сейчас мы ждем ответа от трех бит-лейблов. Не считая новых треков, которые должны скоро выйти у нас, есть еще несколько ремиксов на песни разных музыкантов. Так как мы живем в разных городах, нам приходится заранее договариваться о работе. Мы все еще пишем ремиксы через интернет и отправляем их обратно, затем снова работаем над ними и в конце концов получаем готовую вещь. А когда создаем какие-то оригинальные треки, то заранее планируем, в каком городе будем работать. Ты знаешь, у нас не так часто бывают гости из Австралии. Расскажи, что у вас популярно, что происходит в плане ночной клубной жизни? Здесь очень активная ночная жизнь, много клубов, как в городах, так и за городом. И, в принципе, в каждом большом городе Австралии есть несколько хороших клубов. В Сиднее сейчас в основном играют электро-хаус. Но нам также нравятся и Нью Скол Брикс, и Пати Брикс, и Финга Ликен. Что же касается Прогрессив Хауса, то здесь есть три неплохих заведения, где проводятся вечеринки. И на них всегда много посетителей. Очень много людей ходит на эти вечеринки. И также мы часто приглашаем диджеев из Великобритании, Европы и Северной Америки на различные большие фестивали. Обычно на такие фестивали приходит около 20-30 тысяч людей. Здесь очень большой выбор музыки и хорошие сцены. А чем ты занимался до музыки? Вообще-то по образованию я учитель. Я преподавал физкультуру. И до сих пор изредка преподаю. И, по крайней мере, это хватает на уплату налогов. Я работал учителем 9 лет, и в то же время занимался диджеингом. Попеременно. Сначала год преподаю, а потом полтора года концентрируюсь на создании музыки. А у тебя есть какие-то увлечения? Я люблю поддерживать себя в хорошей физической форме. Поэтому, играя в регби, бегаю. И большинство времени уходит на музыку. А остальное время я провожу, общаясь с друзьями. Мы идем куда-нибудь и выпиваем. Как я уже сказала, у меня не так много свободного времени. Но все же я стараюсь распределить свое время так, чтобы его оставалось и на общении с друзьями. Расскажи, пожалуйста, о своих планах. В следующем году мы с JTEC поедем в тур, наверное, где-то в середине года. Надеюсь, мы побудем и в России. Надеюсь, смогу лично поздороваться с тобой и сказать тебе привет. Также у нас несколько вечеринок в Португалии, в Нидерландах. Сейчас планируем, какие страны мы посетим. И, возможно, после тура вернемся в Мехико и Южную Америку. И, кроме того, мы сейчас обсуждаем выпуск альбома с JTEC. Это самые наши ближайшие планы. Это просто здорово. Ты, кстати, был в России? Нет, я еще не был в России, но всерьез подумываю о поездке. Мне кажется, что Россия такая великая, у нее очень богатая и интересная история. И не могу дождаться. Я думаю, что это будет очень интересно. Окей, дружище, мы тебя будем ждать. У тебя будут какие-то пожелания слушателям Радио Максимум? Ну, в принципе, наверное, только хочу сказать спасибо, что слушаете мою музыку. И я счастлив, что мое творчество нравится людям по всему миру. И еще думаю приехать и увидеться с вами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! 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 Те же месседы! Субтитры... диджей субтитры... Спасибо за просмотр! 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 Субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! 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 Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Продолжение следует...